МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду стало известно, что в 2026 году чемпионат мира по футболу примут у себя сразу три страны. США, Канада и Мексика. Ну а до старта нынешнего первенства в России остались считанные часы. Праздника россияне ждут, но больших надежд на национальную сборную не возлагают. Наверное, поэтому большой популярностью стала пользоваться сатирическая песня, в которой тренировать команду поручают Рамзану Кадырову. В окружении главы Чечни поспешили обидеться, но сам он дал понять, что подобный юмор его не очень смущает. На эту тему новые карикатуры откликнулся Сергей Ёлкин. Об этой и других предчемпионатных историях Александр Прокопенко. Пока матчи еще не начались, в интернете обсуждают в основном околофутбольные события. Одной из самых популярных тем Рунета стала сатирическая песня Семена Слепакова, в которую он в шутку предлагает сделать главным тренером российской сборной главу Чечни Рамзана Кадырова. Всего за два дня видеоролик в Ютьюбе набрал 4 миллиона просмотров. В Грозном Слепакову предложили извиниться перед сборной и Кадыровым. Однако в среду глава Чечни сам ответил Слепакову комментарием в Телеграме, где оценил юмор и опубликовал еще и стихотворение. Впрочем, Кадыров предупредил, что сравнивать его лучше не с пармезаном, а камнем. В Германии же опасаются слежки за болельщиками. Так, в самой густонаселенной федеральной земле Германии, северном районе Вестфалии, чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время футбольного чемпионата и советуют не брать в Россию электронные устройства. Во внутренних инструкциях по безопасности местного МВД также неоднократно упоминается паспорт болельщика FNID, который должны оформить все зрители, которые пойдут на матчи Мундиаля. С этим документом виза в России не нужна. С его помощью также можно получить бесплатные железнодорожные билеты. Однако в МВД Северного района Вестфалии обеспокоены тем, что для получения FNID нужно предоставить обширные персональные данные. Впрочем, нужно отметить, что на федеральном уровне для работников МВД не издавалось предостережений о возможном шпионаже во время ЧМ-2018. 12 июня в Москву для участия в чемпионате прибыла Бундестим. Это, конечно, одна из важнейших тем для немецкого пользователя. Причем сборная прилетела на самолете Люфтганза, на котором немцы четыре года назад вернулись чемпионами мира из Бразилии. Штаб-квартира команды находится в Ватутинках на юго-западе Москвы. В Ватутинке отель «СПА-комплекс». Немецкие СМИ даже специально сняли ряд репортажей об этом населенном пункте. Сравнения следующие. Уныло, мало шарма. Ну и, конечно же, вопросы, которые волнуют всех. Выйдет ли родная сборная из группы? Кто окажется в полуфинале? И кто станет победителем ЧМ? Пока букмекера дают предпочтение сборной Бразилии, которая, по их мнению, имеет все шансы стать обладателем Кубка. В преддверии чемпионата моя коллега Жанна Немцова встретилась с Кахой Каладзе. В прошлом футболист, который играл в Тбилисском и Киевском Динамо, а также в Милане. Лучший футболист в истории Грузии. Сейчас занимает пост мэра Тбилиси. Смотрите отрывок из интервью, в котором он говорит и о чемпионате в России, и о том, почему на постсоветском пространстве спортсменов прельщает политическая карьера. Есть такая точка зрения, что такие крупные спортивные мероприятия не должны проводиться в авторитарных или полуавторитарных странах. Как вы относитесь к критикам того, что чемпионат мира по футболу будет проходить в России? Ну, не знаю. Честно говоря, если чисто по-спортивному посмотрим, что самое главное? Самое главное, чтобы была инфраструктура, чтобы стадионы построили новые, поля и так далее. И еще самое главное, чтобы все было спокойно. Там никакого теракта и так далее. Секьюрити – это очень важно. А политически, если посмотрим, ну, да, есть разные люди, там, по-разному относятся к этому, по-разному обсудят, чтобы чемпионат проходит в России и так далее, и так далее. То, что касается моего мнения, ну, не знаю, просто тяжело мне обсуждать. Если по-честному, самое главное, чтобы все прошло спокойно, а самое главное, чтобы все было на уровне, как проходят чемпионаты мира, чемпионаты Европы и так далее. Скажите, вот вы не единственный бывший профессиональный спортсмен, который занялся политикой на постсоветском пространстве. Ну, самый известный, наверное, мэр – это мэр Киева, Виталий Кличко, бывший боксер. Огромное количество спортсменов в Российской Госдуме. Правда, есть сомнения по поводу того, выиграли ли они на честных выборах или нет. Почему есть такая тенденция в странах постсоветского пространства? Не знаю, тяжело мне говорить. Я, когда принимал это решение, я вам объясню, почему я принял это решение, и нелегко было, потому что, играя всю жизнь в футбол, занимался спортом, и один прекрасный день принимаю эту решение. Ну, я советовался с семьей, с женой, потому что я жил в Италии, в Милане. А вы с Берлускони советовались, кстати? Нет, не советовался, да. Берлускони меня поздравлял, когда выиграл в выборе сейчас, в октябре, он мне звонил, поздравлял. А кто является вашим политическим наставником? Честно говоря, такого кумира у меня нет. Для меня самые способные советники – это обычные люди, люди, которые живут в городе Тбилиси. Полтора миллиона жителей, у меня огромная ответственность управлять этот город. У нас, к сожалению, есть очень много проблем, но мы со своей командой работаем днем и ночью, делаем очень много чего, чтобы те проблемы, которые есть на сегодняшний день, и эти проблемы не вчера, а позавчера началось, это 20-25 лет капается потихонечку. И на самом деле хотим изменить город, хотим изменить, делать реформы, проекты, чтобы это было для всех видно. Вот уже несколько дней в Средиземном море дрейфует судно, на борту которого находится 600 беженцев. Ранее новые власти Италии и Мальта принимать корабль отказались. Помочь решила Испания, куда судно и направилось. Миграционный кризис остается конфликтной темой не только в Евросоюзе. В Германии, которая приняла у себя более миллиона беженцев, наметился раскол в правящей коалиции. Масло в огонь добавил и ранее разгоревшийся коррупционный скандал в ведомстве по миграции делам беженцев. Ирина Попахова подробнее об этом. Впервые министр внутренних дел Германии не пришел на встречу у канцлера ФРГ, посвященную вопросам интеграции. Вместо этого Хорст Зейхофер встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, находящимся с визитом в Берлине. Накануне Зейхофер собирался представить свой план новой политики в отношении беженцев, состоящий из 63 пунктов. Некоторые из них уже были известны общественности. В частности, это ускоренная высылка мигрантов, которым была отказана в получении убежища. Однако во вторник в МВД Германии заявили, что презентация плана пока откладывается. По некоторым пунктам у Зейхофера возникли разногласия с канцлером. В частности, Ангела Меркель категорически не согласна с тем, чтобы разворачивать на границе мигрантов, которые уже подали прошение о получении убежища в стране прибытия. А к этому всех мигрантов обязывают дублинские соглашения. То, что нам не следует делать, по-моему, так это перекладывать всю ответственность на страны, в которые прибывают беженцы. А надо искать общие пути решения проблемы. Об этом Меркель заявила на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем во вторник, 12 июня. Стороны обсудили миграционную политику Евросоюза, которая станет одной из главных тем на саммите ЕС через две недели. Курц поддерживает предложение Зейхофера не принимать мигрантов, получивших регистрацию в других государствах. «Я думаю, что самое главное — это положить конец тому, чтобы люди через всю Европу ехали в Германию, Австрию и Швецию, чтобы подать там прошение о получении убежища. Это не соответствует дублинским соглашениям, и так больше не может продолжаться». Даже в собственной стране Меркель часто критикуют за миграционную политику. С недавнего времени канцлер Германии находится под большим давлением в связи с коррупционным скандалом в ведомстве по миграции и делам беженцев. В некоторых филиалах ведомства были выявлены серьёзные нарушения при предоставлении убежища. Разрешение остаться в Германии очевидно выдавали за деньги. В частности, в Бремене, в период с 2013 до 2017 года, около двух тысяч человек получили положительное решение без достаточных на то оснований. 10 июня в программе канала АРД «Анна Виль» Меркель взяла на себя ответственность за скандал в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам. «Я не ищу лёгкого пути. Я несу политическую ответственность за эти вещи». Комментируя убийство немецкой школьницы беженцам из Ирака, Меркель высказалась за скорейшую депортацию мигрантов, которым было отказано в получении убежища. Но самое главное, по словам Меркель, чтобы Европа выработала совместную стратегию урегулирования ситуации с нелегальной миграцией. За конфликтом Ангелы Меркель с министром внутренних дел Германии Хорстом Зейхофером следит наш парламентский корреспондент Никита Жолкер. Вот что он думает о разногласиях в немецком правительстве и их последствиях. Примечательно, что во вторник вечером на этой неделе заседала объединенная консервативная фракция, фракция ХДС-ХСС с Ангелой Меркель и министром внутренних дел Зейхофером. Выступили, по моим сведениям, 13 депутатов. Причем большинство выступавших были представителями ХДС, то есть той партии, в которой председательствует Ангела Меркель. И ни один из этих 13 выступавших не встал на сторону Ангела Меркель. Кроме того, Зейхофер заявил или дал понять депутатам, что вообще-то те меры или многие из тех мер, которые он предлагает в своем так называемом генеральном плане, находятся в его личной компетенции. В принципе, он сам может приказать пограничникам не пускать на территорию Германии тех беженцев, которые где-то уже в другой стране зарегистрировались. Если он действительно сделает это, то канцлеру не останется ничего другого, как отправить ее министра внутренних дел в отставку. А отставка Зейхофера неизбежно приведет к выходу всех министров, представителей ХСС из правительства, что было бы концом этого правительства. И, судя по всему, тогда открылась бы единственная возможность для преодоления этого кризиса – это досрочные выборы. Парламент Нидерландов в среду одобрил соглашение о суде по делу о крушении малазийского Боинга MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, большинство граждан Нидерландов. Подробнее о решении голландского суда, а также о других новостях среды в нашем обзоре. Согласно соглашению, суд над обвиняемыми пройдет в Нидерландах. При рассмотрении дел можно будет использовать видеосвязь. Цель соглашения о суде по делу MH17 – облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малазийского Боинга. Нидерланды и Украина возлагают ответственность за авиакатастрофу в Донбассе на Москву. Ядерной угрозы со стороны Пхеньяна больше нет, и каждый может чувствовать себя теперь в большей безопасности, заявил Дональд Трамп о возвращении в США с саммита в Сингапуре. Кемчин Ын, в свою очередь, выразил мнение, что для достижения мира и стабильности на корейском полуострове США и КНДР необходимо отказаться от взаимного противостояния. СМИ в Пхеньяне утверждают, что лидер Северной Кореи принял приглашение Трампа посетить США, а глава Белого дома согласился приехать в Пхеньян. Немецкий астронавт Александр Герст нарисует у себя на лбу российский флаг, если Россия выиграет чемпионат мира по футболу. Если же выиграет сборная Германии, россиянин Сергей Прокопьев побреется на лысо. Такое пари заключили члены экипажа Международной космической станции. Они планируют следить за первенством и даже взяли с собой на орбиту официальный мяч чемпионата. Согласно прогнозам букмекеров, Герсту вряд ли придется рисовать на лбу российский флаг. А вот у Прокопьева шанс сделать прическу под ноль есть. О развитии событий ДВН расскажут уже завтра, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова